Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнение областного бюджета за 2023 год. Эти темы в числе главных вопросов, которые рассмотрели депутаты Законодательного собрания Тверской области. В четверг прошло заседание регионального парламента. Подробности у Ирины Синягиной. Повестка 42-го заседания Законодательного собрания Тверской области была весьма обширная. Депутатам предложили рассмотреть 14 вопросов. Но один из самых главных касался отчета областного бюджета Тверской области за 2023 год. Его надо было рассмотреть сразу в двух чтениях. Как отметила предоставляя документ заместитель председателя правительства, министр финансов Тверской области Марина Поттихова, исполнение областного бюджета за 2023 год в целом по доходам составило более 114,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом поступления в областной бюджет увеличились более чем на 9 миллиардов. А структура доходов ежегодно сохраняется. Доходы с 2016 по 2023 год увеличились более чем в два раза. В 2023 наибольший темп роста налоговых и налоговых расходов сфиксированным 120%. Налоговые доходы составляют 91%. Основными налоговыми источниками являются, в первую очередь, налог на прибыль организаций, они составляют 34%. Налог на доходы физических лиц 29%. Акцизы 17%. Из них наибольшая доля 78%. Акцизы, они все продукты, которые являются источниками формирования дорожного фонда. Динамика расходов областного бюджета ежегодно отмечается положительной. Расходы в 2023 году исполнены в сумме более 111 миллиардов. Благодаря нацпроектам реализованы инициативы в демографии, здравоохранении, образовании, дорожной сфере, культуре, туризме, экологии, благоустройстве территорий. Обеспечена поддержка малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта, работу по повышению производительности труда. Предварительный законопроект об исполнении областного бюджета за 2023 год был рассмотрен на заседаниях всех комитетов областного парламента. Большое внимание уделено соцподдержке жителей, включая старшее поколение, семьи с детьми, участников СВО и членов их семей. Порадовало, конечно, значительный рост доходной части бюджета. Налоговые и неналоговые доходы выросли. Всего доходы 106% рост по доходной части бюджета. Областной бюджет за 2023 год исполнен с профицитом в сумме 3 млрд 530 млн рублей. При планируемом дефиците в размере 11 млрд 567 млн. Исполнение расходов на реализацию в регионе 11-11 проектов за 2023 год составило 27 млрд рублей. Кроме того, сохранена тенденция снижения уровня госдолга. За прошедший год долговая нагрузка по отношению к собственным доходам региона сократилась до 22%. Народные избранники приняли отчет областного бюджета сразу в двух чтениях. Особое внимание правительство уделяет, конечно же, здравоохранению. Для нас это приоритет. Здравоохранение и демография, они все связаны. Также депутаты приняли изменения в региональные законы, касающиеся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения приводит региональное законодательство в соответствии с федеральным. На заседании также была согласована на должность уполномоченного по правам ребенка в Тверской области Лариса Масалыгина. Она будет защищать и отставить права детей в регионе еще пять лет. Ее кандидатура внесена губернатором Игорем Руденей по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка.